так здравствуйте даровеньки было откуда вы здравствуйте вы собака нам приехали очень приятно пойдемте туда потому что там шумит это чья-то без заказа так значит вы спросили если у меня яблони есть есть как у этого у того юмориста белый верх черный не съесть есть если нет то будем искать раки напомните пойдем так смотрите это не вам итак вы умудрились купить книгу покажи как вы зовут лариса вы знаете сад украшает женщины а женщина украшает сад вообще это я считаю женское дело заниматься садовым мужики это лопата тяпка вот а душа здесь должна быть женская я так я так считаю смотрите у меня есть два уникальных дерева это обе груши 1 сибирский вариант это то что произвела этот самый знаменитый институт имени лесовенко барнаул а это нарядная эфимова они уже на излете видите ветки попадать сухие вот вот это урожай средний 30-40 я не шучу ой не я обманываю максимальный бывает 20 всего лишь а это чуть меньше где-то 25-35 вот и чем они отличаются вот других именно эти два дерева у них появился посмотрите над ними на возвышается это манжурский орех видите еще больше тот вообще за 10 метров и вместо того чтобы помешать им плодоносить якобы тут не будет не пчел помните всю эту историю да 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 вот а я к чему говорю осенью еще прикупите-ка вы манжурский орех и фас будет такое чудо а теперь это полушутя говорю теперь раскрывает тайну высоких деревьев эти два дерева были с потерянными бирками потом уже приехала ко мне сама знаменитая кандидат наук ведущий ученый сибирский бойкова галина николаевна мы с ней дружились обменили сортами вот и она признала свой сорт сварок ну а это уж само собой нарядную фиму спутать невозможно мировой лидер а я к чему говорю смотрите иди сюда пару советов не помешают вот здесь вот там метров четыре туда и сюда метра два три яма в которых я годами складывал бытовые отходы бумага органические органические значит объедки потом это самая жестяные банки эти все 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 вот лучше я получил беда падают с высоты 10 метров разбивается это я жалуюсь но показать возможности это сварок да но показать возможности я обязан пойдемте дальше два разных сорта груш здесь знаете что творится если бы я показать смотрите 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 какая почва здесь сгнили именно нарядная фима где-то порядка 30 ведер не верите мне смотрите сюда уже по себе осталось а еще осенью показывал смотрите вот этот вот это все вот видите а манжетский орех кто его расколол я до сих пор не знаю я да кто его расколоть я не знаю вот он родной его это вот конечно не грецкий в нем мякоти раз уж два меньше и добывать труднее но зато когда расколешь это самое ценнейшее лечебное качество среди орехоплодных именно манджурский знать почему сказать его дальше советует много не есть чтобы не отравиться так же как лекарство можно отравить да ну да там наверное поняли вот вы спросили про яблони да вот это рассказываю всем как анекдот смотрите люди от побрезговали купить его и горбатая стоит или кривой горбатый переросток видите идем сюда вот я специально выпил абсолютно живые абсолютно здоровые манджурские орехи ой я уже заговариваешь вот эти манджурские абрикосы так если вы посмотрели сколько вокруг косточек вот они а вот то есть не не сухие а эти настоящие живые в расцвете сил для них это половина жизни примерно вот ну и продолжаю показывать кривые горбаты вот этот отказались купить сергей сказал через час его не будет вот пойду за топором сергей это мой сын железов питомника вот вот этот то же самое вот вот этот и вот тот вы все было делать хватаю лопату сергей приходится они уже вот тут растут вот ну и посмотрите какие урожай было орехов приведитесь вот это а здесь рядом пока люди а вот вот петь ладно пойдемте питомник потому что вы сказали если у нас спросили если у нас для вас саженцы осенью вот это бывший питомник вот здесь кстати вот это дерево по скорее всего все российский рекордсмен я на манджурцы привел жадель так здесь примерно площадь под ней 100 квадратных метров вот а там вот так же как здесь лень туда идти вот сын манджурцы видите посреди какое это плодоношение в сохранил смотрите внимательно вот сюда ближе посмотрите а вот они вот они вот они уже да уже есть а вот прошлогодний урожай вот такой густотой лежит и мыши доедают вот ну а здесь а здесь осталось под этим арея под этим абрикосом осталось несколько тысяч после того как 40 лет с него собрали а вы сказали нас высокая это надо полетели готовы от в москву отправили так идем дальше то есть они парили 2 лучше 3 лучше 4 лучше а идеально это от 5 выше от 5 и вот вас будет вот здесь вы купите у сергея все было не начали вопрос правильно вот смотрите осенью отсюда он будет вам продано конечно засуха мешает конечно полить бы больше у нас всегда недопалитые но недопалиты они имеют свои качества самые выносливые потом по себя показывают вы не будете брать любой самое интересное что чуть ли не единственный в мире я всех сам выбирает что по душе а потом выкапывает а это есть яблони вот яблонь 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 это уже это уже груша кто-то наступил так бывает ладно одна штука не беда но настоящий питомник это так вот дело в том яблонь яблонь да да но почему они остались потому что никто не позарился они они будут хороши но все таки знаете когда за один год вырастает ваш рост до вес цветочек почках это не то что вот эти вас это не за мерки они не проданы так наверное вам уже пора до сознайтесь но мы не дошли до главного питомника а главное где вас там дано метр пятьдесят пойдет вот так вот таком состоянии нельзя посадить таком вы знаете есть ранней весной я такие пересаживал себе с огромным комом и ранней весной сейчас поздно с листьями нельзя нельзя а там же нет горшка видеть они то нет конечно я бы вам не советовал гнаться за крупными это ошибка что чем крупнее тем раньше заплодоносит тем хуже приживется сенька ты поливаешь саженцы ну давай сейчас загляну вода есть ой воды по полная бочка то давай по четвертинки бери помнишь вместе поливали да это я же обещал по 150 рублей они у меня с 3 лет подрабатывать на данном случае слива вот я не знаю каким чудом не купили вот эту сливу сорочинской прекрасный саженец шедевр я потом спрашиваю как все руками разводят вот хоть час выкапывать забирает но все-таки жара вот были все с дожди вот тогда бы да я вам уже советую до осени ждать минус полтора месяца надо в апреле апреле мая пересаживать ну давайте со стороны глянем на питомник вот еще вот манджурской орехи морю скабрикосы да это нет это как раз не крупная но они не мелкие они уже имеют отцов благородных получается 20 30 до 40 грамм но и главная задача это вот они это вот они по это вот смотрите видите вот смотрите вот она фаина вот он а фаина вот она фоина вот искусство чехлона просто сейчас плохо видно да это из косточек причем видите как схожесть вот после 100 не пропьешь видите фактически под сто процентов а потом потом они приваются на следующий год а прививки вода не судите там все и сливы и яблони абрикос уже туда не пойдем ну а потом вот такое чудо получается иногда рука не поднимается или побрезговали до оставляем навсегда а упалили значит придется платить вообще им показал принципе то есть вы нам рекомендуете осенью вернуться к этой теме да в горшках возьмете ничего с ними не будет зиму они проживут да кроме персиков персики наверно придется хотя бы наполовину персик здесь это мы практикуем только персик хасанский но еще немного персик минусинский в минусинске они погибли а мне остатка попали в наследство ну пойдем вот такой дорогой другой сенька вот же не политая вот смотрите я взял яблоньку который побрезговали перенес сюда видите она тоже засвела сенька давай это зая зая там что зая кто там закопан давай бегом сенька жара стоит вот здесь примерно вот с такой вот густотой сотни квадратных метров заполнены то есть собрать все это было невозможно вот или сергеевна сколько тут собрала ведер тысяч ведер а вот видите вот это жимолась укорененная совсем плохо видно да вы спрашиваете чем еще занимаемся немножко кустарниками последний сколько косточек коридели это что значит с косточки нет светочек а светочек до нас сторонники хорошо коренять вот пример жимолась не строить вот это жимолась да 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 а это крыжовник вот таким образом нахожу малость вот маточные кусты видите скажем годом плодности все хуже можно ворачивать следующее поколение а мне не до этого руки опускаются от этих трудностей которые мы все наше время имеем все цветут яблони яблони он яблони цветут все да еще раз поливайте тогда 100 рубля не 150 и лейку одну верните мне туда на тот участок нет это просто в это это было как здесь был питомник так я вкопал трубу в трубу вставлял длинный 6 из этой тонкой сосны метров 6 там наверху там был этот самый обыкновенная вертушка поливала сразу квадратов 50 причем равномерно равномерно я это называю дождеванием а по сути что творится весь участок в этих я сейчас хожу уже все привыкнуть не могу что это все могло науки достаться потому что они у меня самое ценное в мире это не те которые открываешь 20 18 20 погибает цветочные почки 22 25 погибают ростовые а значит и деревья это касается у них там кстати это лично через все угадали похвастаться что надо в этом году плазнулась вот она у меня самый северный в мире через высад ну это часть только здесь вот три штуки видите остальное там а вот четвертая на на продажу нет я только для души почему у них очень высокий процент будет был бы гибели в случае продажи а мне не хотелось быть авторитет терять это я не боюсь вот еще черешка смотрите он они завязываются смотрите когда поспеют осенью уже нет середине лет это же ранний овощ персики вот задавали вопрос вот это персик не привитый он на грани выживания я все очень много брал свинков на прививку загубил видите он пень мощное дерево его показывал телевидение в как раз подносящие дерево только пень остался а потом сбоку появилась веточка он тут вот так вот и все равно вот она живая но еще раз говорю на грани выживания урожай пропускает вот персики я с посылки вот садил видите ни черта ни живы ни мертвы это в посылке не умеет высылать так чтобы они зашли нормально это волочная вишня волочная вишня это июль уже скоро как я улучшал правильно я на нее привал персики и персики потом погибали погибали а вкус вишня передали вот я имею ввиду сахаристость увеличилась да вот немножко теряли морозостойкость видите у меня до этого никогда пока не начал да уже потому что чуть-чуть когда будете отрезать осенью во первых я вообще могу не отрезать никогда не надо торопиться вот отрезать надо только по сухому не как получит по живому а по сухому вот это уже останется пень он никому никогда не помешать ну что еще показать вот смотрите ради вот этого да вот ведь груша подсажена вот груша подсажена вот смотрите на эти чудеса ради этого был уничтожен вот этот абрикос один из ветеранов абсолютно живой но был уничтожен что-то с этим не поделаешь наверное обход заканчивается время время тут уже 30 за 30 лет для сибири это уже ветераны но какие бы ни были ветераны но кто на 30 год жизни кто на 35 или как тот этот патриарх дали урожая 20 до 40 ведер не литра ведер дерево вот скажите можно считать до старости если самая лучшая год оказался 2022 в их жизни а я их все про это не все половину по выпилил горькая правда ну наверное еще спасибо за экскурсию пожалуйста так еще раз покажите книгу покажите книгу вот брошюра она стоит 100 рублей но для вас подарок и полторы тысячи вот эта книга спасибо вам за то что вы помогаете поддерживаете наше время нелегко вам спасибо большое ну давайте повышите людям рукой до свидания до свидания спасибо до свидания до свидания